Вербная неделя Неделя в народном календаре славян, отмечаемая на шестой неделе Великого Поста, заканчивается в вербное воскресенье, после которого наступает страстная неделя. Главные народные обряды недели связаны с вербой и выпадают на субботу и воскресенье. Другие названия – казацк, вербахлёст, белор, вербница, укр, вербница, вени, шуткови, тиждень, понедельник. С вербной неделей, особенно с последними днями, ее связано много примет на погоду и будущий урожай. Если вербная неделя вербенная и с утренниками, то яровые хороши будут. Понедельник теща приносит в дом молодого зятя подарки, желая добра молодой паре. Лазарева суббота Лазареву субботу во многих русских деревнях праздновали весело и многолюдно. В вербную субботу ломали вербы. Полночь молодежь обходила дома с песнями, у ворот кричали «Отопри, отопри», молодая вербёшку бить, здоровьем больше прежнего наделить. Войдя в избу, слегка били ветками вербы спящих со словами вербы хлёст, бей до слёз, вставай рано, бей барана, бьём, чтобы быть здоровыми. В субботу готовят брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник. В Белоруссии в некоторых местах в этот день пекли хлебцы по количеству членов семьи. В одном из хлебцев запекали монету, кому доставался это хлебец, тот будет счастливым и удачливым целый год. Девушкам такой хлебец предвещал выгодное и счастливое замужество. Также выполняли ряд магических действий на достижение задуманного у сербов. День называется «Вербица». В этот день освещают веточки и вербы. У чехов и словаков обряд бития вербными веточками существует в пасхальный понедельник. У гагаузов и болгар накануне вербного воскресенья исполняли весенний девичий обряд лазарования, который сохранился до наших дней. Лазаровали девочки от семи до десяти лет, которых называли «лазарки». Они ходили по домам по трое с пением лазарских песен. Одна из лазарок изображала невесту. Её лицо обычно было закрыто белой коротенькой фото или платком. Участница даривали сырыми яйцами и мелкой монетой. Вербное воскресенье. У восточных и некоторых южных славян праздник посвящен весеннему возрождению природы, вегетации, вербии. Отсюда название – Рус, Урал, Вербины, Укр, Вербна, Нетля, Вербница, Вербенца, Белор, Вербная, Нядзаля, Верчи, Серб, Вербица, Болг, Вэр, Твердый знак, Беница, СТ, Слав, Праздник, Вэй, Мягкий знак, Эрбай, Мягкий знак, Аэны. Также – Цветоносное воскресенье, Цветоносная неделя, Цветная неделя, Польск, Ниц, Ела, Кветна, Большой праздник, Вербное воскресенье – любимейший праздник русских людей, который в народной жизни приобрел этнически самобытные черты. Это объясняется многими причинами и прежде всего ландшафтом Европейской России, богатым реками и речушками, озерами и заболоченными местами. Здесь едва растает снег среди талых вод первой распускается верба – обилие красивых пушистых почек по радиоассоциации с плодоношением. Не случайно где-то в глубине веков родилась необычная мифопоэтическая легенда, которая повествует о том, что некогда верба была женщиной, и у нее было столько детей, что женщина поспорила с самой матерью землей о том, что она плодовитой земли. Рассердилась мать земля и превратила женщину в вербу. Восточные славяне освященным вербам придавали особо участительную силу, верили, что с их помощью можно спасти домашний скот от порчи, болезней, сглаза хищного зверя, от злых людей и злых духов. Об этом свидетельствуют различного рода вербные обряды, сохраняющиеся до сих пор в некоторых местностях России, Украины и Белоруссии. Например, в Костромской области сохраняется народный обычай выпекать баранки к вербному воскресенью, освящать их в церкви и принося домой, скармливать их домашнему скоту, чтобы предохранить от болезней. А в Юрье в день крести они обмакивают хранившуюся в продолжении всего года вербу в святую воду и затем окропляют собранный во дворе домашний скот. С вербой в руках в первый раз провожают скот на пастбище. Вербе и ее сережкам приписывалась целебная сила. Съедали по 9 вербных сережек, считая это лекарством от лихорадки. Советовали есть почки освященной вербы бесплодным женщинам, а также как предохранительное средство от других болезней. Клали вербу в воду, в которой купали больных детей. В воскресенье вербные почки добавляли в хлебце для скотины и в вербную кашу для членов семьи. Многие верили, что освященная верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя помочь при пожаре. Всякий трус, желающий избавиться от своего недостатка, должен по приходе из церкви в вербное воскресенье вбить в стену своего дома колышек освященной вербы. Средство это если и не превратит труса в героя, то во всяком случае должно прогнать природную робость. До 1917 года в России главным событием вербного воскресенья были вербные торги и вербные катания на лошадях, а также народные гуляния. В Москве вербные проезды карет по Красной площади иногда называли «вывозом невест». Вербная неделя сменяется страстной неделей. Битье вербы. Битье вербовой веткой. В вербное воскресенье распространено в ВОСТ и частично южславян, поляков и чехов. Битье совершается обычно утром, после освящения вербы у церкви или у дома, и, как правило, с приговором. Рус верба красна. Бей до слез. Будь здоров. Точка запятой точка. Укр неябил верба бе. Затяждень велик день. Будь великий. Як верба. Здоровый. Як вода. А богатый. Як земля. Белор верба бе. Неябил за тот день. Вял кадезе. Мягкий знак. Хвора у лес. Наверас. Здоров елксц. Будь здоров. Як вода. Араст. Як верба. Чаще всего взрослые бьют ребятишек, чтобы росли и были здоровы. С этой же целью повсюду хлистали скот. В Белоруссии скот, как и людей, и пчелиные ульи били трижды, а затем шли в огород и на озимое поле и там, после трехкратного бития земли, втыкали ветку вербы в землю. Наконец шли хлистать вербы и могилы своих близких. В Белоруссии, в Гродненской губернии, в начале XIX века привозили в церковь для освящения большую вербу с корнями. После службы обламывали ветки и разносили их по домам. Польша. В Мазавии молодежь стягала друг друга вербовыми прутьями, пальмами приговаривая. Палма бишни, джа биш, в елке дзен за тай дзен. В некоторых селах стягали только девушки парней. В Чехии вербное воскресенье после мессы. Наоборот, парни хлистали ветками орешника своих девушек, чтобы были проворными и бойкими. То же утро вербное воскресенье у Кашубов хозяин шел к соседу и бил его слегка веткой вербы с пушистыми почками, повторяя в рифму. Уирсба биш, джонни биш, затидзен, в елке дзен, за нос, тырзы, тырзы, саджастер. Сербы в Словонии после обедних хлистали друг друга вербы и повторяя ростковое рба. А в Банате в вербное воскресенье сербы били вербы лошадей и детей, чтобы росли, как верба. Проглатывание вербных почек Проглатывание вербных почек в вербное воскресенье было известно на Украине, где дети съедали почки, щуп горла не болело в Беларуси, где это делали еще в церкви при раздаче вербовых веток и в России, где их запекали в хлебцы и скармливали скоту. В Костромской губернии в вербное воскресенье пекли печенье и барашки в виде вербовых почек, а накануне, в Лазареву в субботу, пекли лесенки. В Полесе на пенчине в вербное воскресенье при выходе из церкви каждый съедал девять вербовых почек свечек, чтобы не болели зубы и не было лихорадки. Отнесение веток на кладбище Отнесение освященных веток на кладбище к покойникам родителям совершалось вербное воскресенье в Белоруссии, где веткой вербы трижды хлистали по могиле. В Польском поморье у Кашубов на Западной Украине, в Словакии, в Хорватии, где кизиловую ветку, увитую плющом, втыкали около могильного креста, чтобы в домашнем хозяйстве все спарилось и преуспевало, шло в гору и в Болгарии, где вербовые прутики втыкали в могилы всех родственников. У болгар-капанцев в вербное воскресенье женщины шли на рассвете на кладбище с веточками вербы, кадильницами, ладаном, водой и кукурузной соломой, кадили на могиле, втыкали в нее вербу и жгли огонь. Поговорки и приметы Без вербы не весна Святой Лазарь за вербой лазал Верба распутицу ведет Гонец реки Последний лед Выгоняет первый раз скот в поле вербую с вербного воскресенья Польск Погода Дабл-ю-квет на ней Дзил-Рози-ю-род за Джоу-и-эл